Здравствуйте, дорогие друзья, садоводы и огородники. Вот и наступил тот момент, когда мы с вами снова начинаем шуршать пакетиками и приступать к посеву каких-либо культур. И сегодня я хочу остановиться, что же сейчас я сею именно в январе месяце. Что можно посеять. Ну что ж, давайте начнем шуршать. Это, конечно, сейчас в основном это цветы. Но я хочу остановиться на такой культуре, как острый перец. Вот все-таки острый перец я предпочтение отдаю посеву в январе. Почему? Потому что иногда многие пишут, что не успевают собрать нужное количество острого перца. Не успевает он покраснеть. Поэтому мы сейчас с вами делаем забег и приступаем к посеву острого перца. Тем более нам его надо не так уж и много. Вот. Поэтому я его сею уже сейчас. Дальше. Движемся дальше. Что сейчас можно посеять. Это, конечно, земляника. Но по землянике я хочу сказать, что у нас сейчас мы можем продлить посев сейчас, с января, вот сейчас, да, почти середина января. До середины февраля мы можем смело-смело сеять землянику. Какими способами вы будете сеять сейчас, очень их много. Мелкоплодная земляника, это могут быть торфяные таблетки, это могут быть какие-то одноразовые стаканчики, это могут быть просто контейнера. И всегда стоит вопрос, надо ли ее стратифицировать. Вообще, конечно, когда я покупаю семена земляники, я их просто-напросто всегда храню в холодильнике. Можно провести перед посевом быструю стратификацию, отправить на сутки в морозильную камеру или даже хотя бы на два часа именно в морозильную камеру, положив семена вот так вот в пакетиках. Это все-таки улучшает всходы земляники, они сходят и получаются более дружные. Поэтому я ее буду, я ее сею всегда в несколько сроков. Первый срок это вот сейчас, следующий срок у меня будет середина февраля. Это по землянике. Теперь я хочу остановиться на цветах, которые требуют стратификации, которые просто необходимы. Всегда стоит спорный вопрос. Это у нас что? Это у нас примула. Надо ли ее стратифицировать? Надо ли стратифицировать семена? Или не надо? Говорят, что гибриды не надо, что они и так хорошо всходят. Но все-таки лучше провести стратификацию. То есть сейчас сеем семена и просто-напросто этот контейнер, в котором посеяны семена, мы закрываем и убираем куда-то в сугробы, в снег закапываем. Только, пожалуйста, не потеряйте. Где-то примерно на две недели, чтобы семена прошли вот как раз-таки эту стратификацию. Потому что я пробовала класть в морозилку. Неудачная стратификация для примулы. И она, в общем-то, не всходит. Но всегда хочется вот на картинке так все, да, заманчиво, красиво, и хочется ее вырастить. Но, увы и ах, у меня не всегда это получается. Что это сейчас может быть? Это дельфиниумы. Почему я их сею сейчас в эти сроки? Во-первых, я тоже всегда провожу стратификацию. То есть стратификацию по дельфиниумам я провожу на сутки. Кладу пакетик в морозильную камеру, потом приступаю к посевам. Почему сейчас? Потому что в первый год вы уже увидите первые цветы. Да, первые цветки, пусть не очень обильные, но вы увидите, как дельфиниум цветет. Поэтому вот сейчас я приступаю уже к посеву дельфиниума. Не забываем, семена не присыпаем, сеем поверхностно, как всегда парничок. Вот, и как бы все нормально. Это лаванда. Лаванда, опять-таки, все равно я провожу стратификацию лаванды. Я ее кладу опять, это могут быть сутки, может быть, это два часа. Но они должны пролежать в морозильной камере и пройти стратификацию именно холодом. Лаванду, когда сею, опять, это контейнера, таблетки, куда угодно. Сею поверхностно, грунтом не присыпаю. При появлении первых-первых росточков, когда мы с вами увидим, мы начинаем, что присыпаем. Можно это, может быть, это песочек, это может быть вермикулит, это может быть какой-то легкий грунт. Но совсем чуть-чуть присаливаем, чтобы потом семена могли взойти. Многие спрашивают, когда сеять колиусы. Вот по колиусам я хочу сказать следующее. Очень они быстро растут, очень быстро, стремительно. Поэтому я бы советовала не спешить сейчас именно с посевом колиуса. Можно посеять, если вы готовы его черенковать потом. И много раз перечеренковывать, потому что, говорю, растет он очень-очень быстро. Поэтому все-таки для него, тот, кто хочет его черенковать и размножить, вы можете посеять сейчас. Но не поздно будет еще посеять и середина февраля. Я хочу остановиться на таком шикарном растении. Это дихондра. Вот чтобы увидеть вот такую бороду растения, чтобы оно вот такое действительно было красивое, это, конечно, надо его посеять сейчас. Чтобы вы увидели вот такой впечатляющий каскад именно дихондры. Поэтому я ее буду сеять сейчас. В прошлом году я сеяла ее где-то в феврале, середина февраля. Но, увы, ах, конечно, я вот такого не увидела. Сейчас мы можем с вами посеять что? Это бальзамины. Бальзамины и катарантус. Почему сейчас? Потому что это растение, опять-таки, очень хорошо черенковывается. И даже если у вас оно будет, да, перерастать, вы увидите, вы его прекрасно начеренкуете. И получите без проблем море-море вот цветов. Самое главное, чтобы они взошли. Что сейчас еще можно сеять? Это бакопа. Это вот такое вот красивое вьющееся ампельное растение. Очень красивое. Его можно сейчас сеять, потом очень хорошо черенкуется, расчеренковывать, перечеренковывать и получить опять море цветов. Это, конечно, калибрухуа. Ну, по этому растению я хочу сказать следующее. Сколько я сеяла, я вам говорю честно, откровенно, никогда у меня ничего не получается. Даже посмотрев ролик семена Алтая, где она предлагает замочить семена, размыть их, потому что там в одной гранулке может быть несколько семян, у меня ничего не получилось, семена не всходят, я разочаровываюсь. Поэтому, дорогие друзья, я прибегаю к самому легкому способу. Это заказывание вегетативных черенков. Где их заказать? Можно уже сейчас сделать предзаказы. Это вот есть лавка садовода. Мне понравился очень их подход. Это труновые, теплицы труновых. Тоже вот мы сделали предзаказ уже на март месяц. То есть в марте месяце мы будем ждать черенки. А потом их всегда можно перечеренковать. Поэтому водка Лебрухуа, я говорю вам честно, я не сею. Ничего у меня не получается. Это, конечно, бегония. Ее можно вот сейчас сеять. Это может быть ампельная бегония. Вот видите, передо мной стоит какая красотка. Это может быть клубневая бегония. То есть сейчас вы можете приступить к посеву семян. В данный момент вы видите у меня вот такую бегонию. Это бегония уже расчеренкованная с маточных растений. То есть я покупала вегетативные черенки. Опять-таки, говорю, сажала их. И потом, занеся домой, я вот уже просто сейчас зимой я черенкую, перечеренковываю уже. И с этих растений можно брать черенки. Это самый легкий, самый легкий способ разведения бегонии. Можно листом, можно черенком. Но если вы потрудитесь, это, конечно, и могут быть семена. Потому что семена это более дешевый способ получения этого растения. Но если вы торопеги и вам хочется увидеть вот такое раннее обильное цветение, то, конечно, я вас призываю покупать вегетативные черенки. Опять, это комнатные растения. Это могут быть глоксини. Вот, очень хорошо сходят. Посев поверхностный тоже не заглубляем. Это вот стриптокарпус. Вот, ну, очень красивый, эффектный. Вот, цветет постоянно. По сравнению вот даже с глоксинией, мне больше нравится вот это вот растение. Яркое, обильное, продолжительное, цветущее растение, комнатное растение. Вот его можно посеять. Что можно еще сейчас посеять? Это такое растение, как остеоспермум. Посмотрите, очень красивые, такие вот эффектные вот ромашки. Но в данный момент вы у меня видите, это маточное растение, которые я буду черенковать. Я хочу сказать, что его можно и посеять. Семена в стопроцентной всхожесть. Сходит отлично. Вы можете его сейчас посеять и потом расчеренковать. Но существует очень большое количество сейчас красивого остеоспермума. Он есть ампельный, он есть махровый. Вот настолько интересные эффектные расцветки, но вы в семенах их не найдете. Это опять маточные растения. И что я хочу сказать, что именно расчеренкованные семена, когда мы их черенкуем с маточного растения, остеоспермума, на любые растения, которые мы черенкуем, они не вытягиваются. То есть, если вы изначально будете сеять растения сейчас, то да, если нет ламп, оно может подвытянуться, все. Поэтому не бойтесь, не бойтесь заказывать вегетативные черенки. Отлично. Это вот отличная, как говорится, замена семенам. Посадили, перечеренковали. Вот посмотрите, сколько я могу сейчас с этого растения здесь взять черенки. Но когда я их даже и срежу, растение снова продолжает расти, снова наращивает зеленую массу и черенки. Поэтому я вам советую обратить внимание на это растение. Если вы не хотите заказывать вот именно вегетативные растения, то, конечно, посейте. Схожесть, я говорю, исключительная. Семена всходят очень дружно. И, конечно, это что? Это могут сейчас быть... Это может быть мята, это может быть мелиса, это может быть монарда. Вот такие растения мы сейчас тоже их можем сеять. Они очень хорошо дома себя чувствуют. Вот, потом их высаживаем в открытый грунт. Но я хочу сказать, опять-таки, по мяте. Сейчас существует великое множество мяты. Есть мята с апельсиновым вкусом. Есть мята со вкусом и мандарина, и лимона, и шоколада. То есть такое изобилие мяты. Но, опять-таки, семена вы не купите. И вот это изобилие мяты, которые вы хотите развести с разными вкусами, это, опять-таки, только покупка вегетативных черенков. Но, увы, к сожалению, это вот так. И, конечно, я не могу не остановиться на петунии. Ну, ее сейчас тоже просто великое множество. Вот. Где вы ее будете покупать? Это могут быть профсемена, это Соло, Белла. Это может быть... Вот, кстати, я люблю все-таки все равно покупать семена биотехники. Именно цветов, я подчеркиваю, потому что отличная схожесть. В прошлом году шикарные были у нас хоризонтеллы, просто шикарнейшие. Очень хорошо вот я в этом году сеяла низкорослую пеларгонию отлично всходит. В общем-то, по биотехнике, прямо по цветам я им ставлю отлично. Я очень довольна вот цветами. И вот хочу конкретно остановиться на петунии. Почему я ее сею именно сейчас? Петунии очень хорошо черенкуются. Дело в том, что когда вы молодое растение черенкуете, оно только от этого еще лучше и пустится, и пышнее становится. Но вы можете с одного растения получить просто-напросто множество рассады. Поэтому я петунию сею вот именно сейчас в эти сроки. Кто-то заносит маточное растение и потом черенкует. Такой вариант тоже может быть, если у вас есть место, где сохранить маточное растение. Что же сейчас еще можно посеять? Это, конечно, пеларгония. Вот этой пеларгонии примерно где-то в месяц. Вот вы видите. Она даже уже начинает выпускать цветоносы. Это вот как раз-таки пеларгония. Карликовая пеларгония, которая невысокая. Я не люблю высокой пеларгонии. Сейчас есть пеларгония. Вот биотехника где-то 25 сантиметров примерно высотой. Вот такие вот компактные кустики. Уже видите, они дают бутон. Можно увидеть вот как раз-таки цветение. Это пеларгония, я говорю, от биотехники. Возраст месяц. Вы скажете, я не буду сейчас сеять, я потом посею. Почему я все сейчас сею? Потому что я могу черенковать эти растения. Но черенковать я люблю, конечно, это в торфяные таблетки или в кокосовые таблетки. Потому что растение очень-очень хорошо укореняется в таблетках. Какой-то мы делаем парничок из пластикового короба. И все это очень-очень хорошо растет и развивается. Но опять я хочу ваше обратить внимание на вегетативные опять-таки черенки. Это у нас сейчас их, как говорится, множество всяких, я не знаю, как назвать, организаций или как питомники, тепличники, которые занимаются вегетативной, именно вегетативной пеларгонией. Просто есть такие редкие экземпляры, что вы не купите семена. Просто не купите. Поэтому есть, конечно, смысл сейчас, пока еще нет такого особенного ажиотажа. Потому что все вот сейчас вот эти вегетативные черенки, уже сейчас идет как бы оплата за них. И вы можете их получить в любой месяц, какой вам удобен. Это может быть апрель и когда угодно, да, и конец апреля. Поэтому я думаю, что все-таки стоит обратить внимание на вегетативные черенки. Не бойтесь их покупать, не бойтесь заказывать. Все доходит очень хорошо, вот, и очень хорошо потом все трогается в рост. Вот, пожалуй, вот все, что сейчас я сею именно в январе. Какими посевами я занимаюсь? Конечно, хочу посадить, наверное, 2-3 перца еще я посажу. Посажу я их, потому что я сейчас с перцами провожу эксперимент. Какой я, конечно, вам потом скажу. Потому что вы, чтобы потом не удивлялись. Юля, вы посадили перец, а нам не сказали. Вот высокорослые сорта сейчас. У нас они есть на рынке. Это от элиты. Есть перец д'Артаньян. Он высокорослый, достаточно высокорослый. Я вот сейчас посеяла буквально несколько перцев для того, чтобы я могла потом в дальнейшем провести эксперимент. Поэтому, дорогие друзья, если вы потом захотите повторить мой эксперимент, посадите хотя бы 2-3 перца. А то получится, что я от вас скрыла. Поэтому я вот как бы вам наперед говорю. Я вас заинтересовываю в этом. Ну вот, пожалуй, и все. Все, что сейчас я сею, чем я занимаюсь, что я сейчас выращиваю. Ну и опять мы не забываем с вами про лампы. Если цветам подойдут лампы светодиодные, обычные, линейные, обычные светодиодные лампы, то, конечно, овощным культурам, если какие-то вы будете сеять, это должны быть более мощные лампы. Это фитолампы. Ну вот, наверное, все, что я вам хотела сказать. А с вами была Юлия Меняева на канале Высаду Левогороди. Пока-пока!